Прошла, я считаю, прекрасная встреча. Выступления спикеров были тоже шикарны. Я был одним из спикеров, и я к этому шел очень долгое время. Сегодня был день, когда мне нужно было спать на спине, чтобы мои щеки не уплыли в разные стороны. Короче, все нормально, вроде обошлось. Так, проверку формы, кстати, можно сделать. Хороший спец здесь. Проверимся, как я выгляжу на сегодня. Вот так. Хорошо. Сегодня у нас будет рабочая встреча. Собираем менеджеров, лидеров нашей структуры, и будем сейчас встречаться в офисе. Замотивируем всех зарабатывать бабки. Так, приехал сейчас доколоть слегка. Там оставался у нас вчера чуть-чуть терапфиллера. И немного доколем, потому что в одном месте чуть неровненько. Так, ну все. Все мне докололи. Короче, выглядит очень естественно. Кстати, сейчас познакомились. Здесь был косметолог, который колет в Лос-Анджелесе. Очень много звезд, очень много известных людей мировых. Она здесь тоже в клинике была. Это приятно, когда такие люди есть в этом мире. Так, я в номере. Сейчас буду собираться. Знаете, какой у меня есть инсайт сейчас? Всегда, когда я что-то делал, например, делал зубы. Очень много людей находилось, которые говорили о том, что «Ты делаешь зубы! Ты что? Как ты будешь свои спиливать? Да ты что, с ума сошел?» Потом ты делаешь, ходишь некоторое время и все-таки «Вау, а где ты сделал зубы?» Или так со всеми изменениями, которые я делал какие-либо. И я видел твой Крис еще так же. Она там нос, например, делала. И люди такие «Да ты что? У тебя такой прекрасный нос!» Потом нос когда делается, некоторое время проходит «Вау, а где ты делала?» И так со всеми процедурами. Я очень сильно люблю все эти рабочие встречи. Встречи с менеджерами, встречи с командой. И вообще, в целом, когда сетевики собираются в каком-то одном пространстве, эта энергия просто фантастическая. Это сильно заряжает, это сильно наполняет, это сильно вдохновляет. Поэтому сегодня я думаю, что... В общем, на таких событиях, ну, как сейчас, сегодня у нас произойдет, я больше чем уверен, что меняются прям судьбы людей. То есть для кого-то будут какие-то слова очень важные в их жизни, это упадет в голову и поменяет мышление человека. У меня так было. Когда-то, когда я попадал на подобное мероприятие, как новичок, у меня подобное было. Я считаю, что это было замечательно, великолепно, непревзойденное ни кем еще мероприятие. Лучшее мероприятие, лучшее событие, лучшие спикеры. В мире, в мире. Спикеры какие-то. В мире. Лена Новикова, скажите, как вам мероприятие? Ты молодец, что ты настоял на том, чтобы мы все сегодня собрались. Натали, сколько ты зарабатываешь? Одна или вот с этим мужчиной вместе? Доход у вас на семью сто? 700 тысяч рублей. Как живешь? Нам не хватает денег. Плохо живу. Мучаешься? Мучаюсь. А ты как? Я еще хуже, потому что все деньги у нее, а я только ипотеку плачу. Воду пьешь, на еду даже не хватает. А его на воду иногда не хватает даже. А смешно тебе, да? Смешно? Смешно, конечно. Если бы не вы, ты пешком пошел. Да? В глаза мне, смотри. Можешь скидываться на такси? Нет. Почему? Потому что... Почему я плачу? Ну, потому что это правило хорошего тона, а ты хороший. Ты нас пригласил в такси, ты и платил. Мы из-за тебя едем на такси. Нет. Пешком пошли. Так, мы сейчас на бизнес-классе едем, кстати. Впервые. Впервые. Конечно. Садитесь, друзья. Присаживайтесь в бизнес-класс. Я назад сажусь. Потому что сзади поприятней. О, ничего себе, у нас девушка. Обалдеть. Все сели? Да, прекрасно. Ну, кайфуем. Так, мы едем в какой-то ресторан. Я лежу. Почему? Кайф вообще. Сзади хорошо очень. Сань, короче, есть подозрение, что надо снова машину покупать в бизнес-классе. Слышь? Это же очень круто. Сейчас будем есть. Пожалуйста. Спасибо, Сань. Прошла, я считаю, прекрасная встреча. Выступления спикеров были тоже шикарны. Я был одним из спикеров. Я к этому шел очень долгое время. Я считаю, что, кстати, в любом деле очень важно найти именно ту точку мотивации, которая тебя сильно включает. Для меня это всегда было выступление на публике. Получить некое признание от людей. Отсюда же, кстати, я думаю, что многие блогеры двигаются, когда они начинают создавать свои аккаунты, начинают делать контент. Для них очень важно именно признание. В первую очередь. И я вообще считаю, что когда человек блог создает, для него очень важно именно два фактора. Для кого-то один более важный, для кого-то другой. Но первое это признание, второе это деньги. Вот за этими двумя вещами я и пришел в сетевой, я пришел в компанию и начал этим заниматься. Изначально, когда я здесь зарегистрировался, я впервые увидел здесь перспективу, что я могу выступать на публике людей, когда достигну результата и стану для них примером, лидером. Я этого не видел в других сферах. Я никогда не хотел стать, например, инфобизнесменом. Продавать инфопродукты, короче, это была не моя история. Да, периодически бывают такие мысли, что-то такое создать, потому что опыт стал уже достаточно большой. Но сейчас, в целом, я именно пришел за тем, что сегодня и было. Я вижу глаза ребят, которые смотрят на меня из зала и понимают то, что, блин, вот красавчик, я хочу так же, как он. И это очень сильно приятно. И я считаю, это то, ради чего стоит, в принципе, двигаться здесь. Одно из. Потому что каждый из нас хочет некой реализации в жизни, каждый из нас хочет некого признания. Мы в те люди таким образом устроены. Мы хотим, чтобы нами восхищались. Да, у кого поменьше амбиции, для них достаточно, чтобы было восхищение с позиции стороны жены, например, и детей. То, что когда тобой восхищается жена, ты вот лучший муж на свете, и все, и вполне хватит, и не нужны другие. Для кого-то очень важно, чтобы им восхищались друзья. Для кого-то очень важно, чтобы им восхищались, например, город. А для кого-то очень важно, чтобы им восхищался весь мир. И отсюда и появляются твои амбиции. Отсюда и появляется вот этот вот некий масштаб личности. Потому что для кого-то нормой становится внутри, что тебя будет знать весь мир. Для кого-то нормально, что ты будешь известен только на уровне России. А для кого-то достаточно, что тебя будут знать только на твоей лестничной площадке. Но каждый из нас в какой-то степени идет все же к некому признанию от какого-то социума. Я горжусь тем, что я этого достиг, очень сильно горжусь. Касаемо в целом спича, я сегодня говорил очень важную вещь, их было несколько. И первое, что я хотел бы, чтобы вы четко понимали, чем больше капитал человека, чем больше денег он зарабатывает, друзья, тем больше он работает. Всегда так было, есть и будет. Деньги априори подразумевают именно большое количество действий. И чем больше денег, тем более точные и правильные действия человек должен совершать. Потому что на начальном этапе, когда ты зарабатываешь доход до 500 тысяч рублей, ты можешь двигаться хаотично и просто работая много. А когда твой доход должен прирасти с 500 тысяч, например, до полутора миллионов, двух, трех миллионов и дальше, ты должен выбирать, какие действия в течение дня ты будешь совершать. Потому что какие-то действия дают 100% результат, какие-то действия 50% результат, а с каких-то ты заработаешь миллионы рублей потом в дальнейшем каждый месяц, а с каких-то ты будешь зарабатывать 5000 каждый месяц. И очень важно расставлять приоритеты, в каком направлении ты будешь двигаться, если ты хочешь нормальных денег. Потому что нормальные деньги зарабатываются только в том случае, если ты, понятно, ты выделяешь время, ты много работаешь, но ты еще и занимаешься важными делами, нужными делами для развития твоего бизнеса. Ну, в общем, сегодня было прекрасно, я считаю, реально было офигительное событие. Я очень рад был всех видеть, очень сильно каждым горжусь, и я надеюсь, что это будет тот день для кого-то ключевой, который поменяет жизни людей. Все, на сегодня все. Кстати, сегодня очень много вдохновения здесь говорить, поэтому я хочу говорить здесь много. А еще у меня сегодня... ладно, все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!